Расскажите нам о том, что случилось 5 июля в субботу. Примерно в час дня в субботу я заметил экипаж ДПС припаркованный в зоне действия знака 327, который запишет основку Славянку. Это было на перечении улицы Проспекта Мира и улицы Ахамбаева. Я подошел, сделал замечание сотруднику ДПС, на что он отреагировал спокойно, вполне вежливо, и сказал, чтобы я подождал, пока он проверит документы водителя микроавтобуса. После чего из машины, из служебной машины вышли еще трое сотрудников милиции, попросили меня отойти, я спросил у них документы, на что они ответили отказом и начали меня скручивать, заломать на руки, после чего стали дышить, наносить удары в разные части тела, потом заполкали меня в машину и везли в Первомайский РОВД. Там меня продержали около шести часов, возили меня в наркологический центр на проверку наличия алкоголя в крови, потом привезли обратно в Первомайский РОВД. Все это время я был бочком, то есть обувь они у меня отобрали, телефон отобрали, не разрешали ни звонить, ни пить воды. А что особенного было в поведении сотрудников ДПС, почему именно вы решили их снять? Получается, они нарушали правила дорожного движения, при этом вынуждали других водителей нарушать правила дорожного движения, останавливались прямо на остановке для общественного транспорта. Вот мы разговаривали с пресс-службой ГОВД, нам там сообщили, что вас задержали за то, что вы снимали автоматчика, то есть сотрудника ДПС с автоматом. На тот момент, когда я подошел к служебной автомашине, я видел только сотрудника ДПС, который сидел на переднем пассажирском сидении, то есть я снимал только непосредственно его, и обращался только к нему. После того, как я обратился к нему, из машины вышли трое сотрудников. Один из них был с автоматом, насколько я помню. Быть может, когда я разговаривал с ними, он и попал в объектив, но намеренно я его не снимал. Что произошло, когда вас отвезли в УВД? Что там происходило? Там меня заставили написать объяснительную на кыргызском языке, хотя я плохо владею кыргызскому. Ну, не так, чтобы писать на нем объяснительную. Объяснительная была написана под их диктовку полностью от первого слова до последнего. Также они собственноручно подписали объяснительную. После того, как увидели мою роспись, когда я поставил ее под перечнем изъятых у меня вещей, то есть они также подделали мою роспись и поставили ее объяснительную. Расскажите, на месте, когда это случилось, когда вы их снимали на Ахунбаева Мира, и потом уже в УВД, сотрудники милиции, сотрудники ДПС, они вас избивали? Да, они избивали меня, получается, по дороге сперрамаскерово, да. А внутри уже, когда они меня избивали, они били тыльными частями кулака, то есть потолочь, чтобы не оставалось синяков, и душили меня. Время от времени я терял сознание. Сейчас вы прошли судебно-медицинскую экспертизу, как я понимаю, да? Что вам сказал врач? Врач сказал, что следователь сам заберет результаты в экспертизе, то есть мне они не предоставили никаких результатов. Ну, вас осмотрели, записали? Да, госпитализацию я отказал. А она была возможна, госпитализацию? Можете показать на... Вот это, когда, получается, они меня пытались посадить в машину. При этом я не сопротивлялся, поэтому потом, как это было вообще даже невозможно, даже при желании, у меня в руках камера была. Это синяк, да? Да, это когда я защищался от их ударов. Вот на второй руке, тут два синяка. А что вот с... Сзади вот гематомы. Остальные по золотам не видно. Вот эту видно с левой стороны. Вы не можете поворачивать голову, как я понимаю, да? Вообще не могу двигаться. А почему вам врачи как-то объяснили это? Ну, сказали, чтобы я обратился по месту жительства врачу. Относительно этого. Ваши дальнейшие действия, вы будете бороться за то, что вы наказали тех? Как и всегда, я буду бороться за справедливость. Буду идти до конца. Спасибо.